Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. 38 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа 20 века – авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня в Черкесии состоялось памятное мероприятие. Карачаева-Черкесия присоединилась к международной акции, которая проводится в шестой раз сегодня на 53 площадках. Желающие писали диктанты Победы. Они будут взаимодействовать с органами власти для решения различных вопросов. Сегодня утвердили состав Общественной палаты Пятого созыва. Адыги всего мира отметили День черкесского флага. Цель праздника – сохранение национальных традиций и обычаев приобщения народа к истории. Сегодня Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К жителям республики обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Кимрезов. Выражаю свою глубокую признательность ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС за проявленный подвиг и самоотверженное служение во имя спасения жизни людей и предотвращения еще более тяжелых последствий. Среди этих героев были и наши земляки. Более 1200 жителей Карачаева-Черкесии достойно выполнили свой долг перед Родиной, рискуя здоровьем и жизнью в борьбе с невидимым врагом. Ваша самоотверженность навсегда останется в памяти народа. Сегодня в Черкесске на аллее Чернобыльцев прошло памятное мероприятие. С каждым годом все меньше людей приходит к этому мемориальному сооружению, ликвидаторам техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Многих из тех, кто в 1986 году был направлен из Карачаева-Черкесии спасать без преувеличения всю Европу, уже нет в живых. Тем не менее, горожане и гости Черкеска каждый год посещают это место, чтобы отдать дань памяти своим товарищам, друзьям, родственникам, остановившим катастрофу ценой здоровья, а то и жизни. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших земляков. Около трехсот жителей города Черкеска приняли участие в ликвидации одной из самых страшных техногенных катастроф. Если бы не подвиг наших товарищей, то сегодня на большей части Европы жить было бы невозможно. К сожалению, из трехсот жителей наших, большей части сегодня нет с нами. Светлая память им. Сегодня вся Россия и в 60 странах мира писали диктант победы. В Карачаево-Черкесии в этом году для желающих проверить и подтвердить свои знания истории и событий Великой Отечественной войны, свои двери открыли 53 площадки. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в международной исторической акции диктант победы и одним из первых поделился результатом прохождения тестирования, выразил благодарность организаторам и отметил, что это не только проверка знаний и повышение грамотности, но и возможность воспитать в детях нравственные ценности и что сегодня очень важно сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего мужественного народа. Диктант победы проводится в шестой раз. В нем приняли участие как очно, так и онлайн формате. Доступен он был на английском, французском и китайском языках. Одна из основных площадок в Карачаево-Черкесии была открыта в штабе общественной поддержки Единой России. И здесь диктант писали депутаты республиканского парламента и актив партии Единая Россия. Мадина Каракетова наблюдала. Небольшая зарядка перед серьезным тестированием. Участники всероссийского диктанта распевают знаменитую «Катюшу». А дальше все как на экзамене. Тестовое задание, 45 минут времени и члены молодой гвардии, чтобы следить за тем, чтобы участники диктанта не подглядывали ответы в гаджетах. В этом году диктант посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда и другим памятным датам и событиям Великой Отечественной войны. Вопросов 25, 20 из них федеральные, 5 – региональные. В этом году очень интересный диктант собран из всех сфер деятельности человека, из культуры, из науки. Все, что так или иначе касалось победы, ковало победу. В этом году диктант решили провести по типу ЕГЭ. Участники признаются, что несмотря на уверенность в своих знаниях, все же присутствует некоторая доля волнения и переживания. Вопросы все интересные. Мы-то люди более старшего поколения. Для нас это все, конечно, было еще со школы, многие события, все и даты известны. Но удивительно же то, что молодые люди, которые воспитывались сегодня уже в новых условиях, они знают это. Они знают не хуже, а многие лучше. Чувство волнения есть, чтобы все вспомнить и все написать правильно. Но самое главное, я считаю, это участие. Я с волнением, конечно, отвечаю на эти вопросы, потому что в мое школьное время патриотическое воспитание очень развито было. Мы малую землю читали на уроках, вот прям слух. То есть, с тех пор трепет ко дню победы очень большой остался. Вопросы достаточно сложные, но иногда это полезно. Мы хотим взлохматить извилины и вспомнить действительно историю нашей Великой Отечественной войны. Как вам дается диктант? Они даются. Мы просто живем этим и пытаемся вспомнить действительно то, что нельзя в принципе забыть. Вопросы сложные? Ну, наверное, 50 на 50. Участники диктанта памяти убеждены, что участие в этой акции очень гражданский поступок. Как это дань памяти героям Великой Отечественной войны, он необходим не только как подтверждение своих знаний, но и для того, чтобы не допустить забвения и искажения фактов и событий, способствовавших уничтожению фашизма. И сегодня истинные патриоты борются с пытающимся вновь поднять голову фашизмом на Украине. Это все результат патриотического воспитания и любви к Отечеству. Диктант победы проводится уже в шестой раз, и организаторы отмечают его большой положительный эффект для подрастающего поколения. В первые годы проведения диктанта мы обратили внимание на катастрофическую пробелы в знаниях о Великой Отечественной войне. Сегодня многие молодые люди, и не только молодые люди, а все, кто привлекается к участию в написании диктанта, восполняют эти пробелы. Знание событий Великой Отечественной войны оказалось актуальным по поводу того, что творится сегодня в ходе проведения специальной военной операции. Итоги диктанта будут доступны через полтора-два месяца после даты его проведения. Участникам, писавшим его очно, необходимо будет авторизоваться с использованием индивидуального идентификационного номера, который был присвоен каждому участнику в день проведения диктанта в личном кабинете на сайте акции. Кстати, отличная новость для будущих студентов. Авторам самых результативных диктантов будут предоставлены преференции при поступлении в ВОЗы, а именно до 10 дополнительных баллов. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево, Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, днём в отдельных районах сильность градом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, днём 22-27 градусов тепла и местами до плюс 20. Высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. Температура ночью 13-15, а днём 24-26 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сегодня день реабилитации казачества. Глава Карачаева Черкесии поздравил жителей республики с праздником. Этот день напоминает нам о важной роли казаков в истории нашей страны. Их мужестве, самоотверженности и преданности Отечеству. Казачество – это не просто профессия или статус, это особая культура, традиции и духовные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Закон РСФСР 1991 года о реабилитации репрессированных народов восстановил честное имя казаков. Историческая справедливость восторжествовала и для Баталпашинского отдела казачества из Карачаева Черкесии. Пусть день реабилитации казачества будет поводом гордиться наследием казаков, которые и сегодня продолжают славные военные традиции своих предков на территории проведения специальной военной операции. Каждый из них – герой и гордость Отечества, говорится в поздравлении. Сегодня в Общественной палате Карачаева Черкесии состоялось первое пленарное заседание пятого созыва. В новый состав входит 36 человек. Руководителям Общественной палаты единогласным решением членов выбрали Елену Лешову. Сегодня также сформировали структуру и определили руководящий состав. Они, как и прежде, будут продуктивно взаимодействовать с органами власти для решения вопросов, поднимаемых жителями городов и районов. Заниматься постоянным мониторингом проблем по всем отраслям, важных для Карачаева Черкесии. От имени главы Карачаева Черкесии Муратозов зачитал приветственный адрес, отметив, что Общественная палата занимает важное место в системе институтов гражданского общества, как на федеральном, так и на региональном уровне. А ее члены принимают активное участие во всех общественных политических процессах. Был отмечен положительный опыт и в сфере общественного контроля за выборами всех уровней власти. В новом составе Общественной палаты сохранена преемственность. Это означает, что накопленный опыт будет только расширяться. Ваша работа – это большая ответственность. Уверен, что вы с ней справитесь, и каждый из вас несет свой личный вклад в развитие и укрепление социальной стабильности культуры межнациональных, межрелигиозных отношений. А также продолжит реализацию задач по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Абсолютно убежден, что здесь собрались люди, которые настроены работать на благо республики, нашей страны и в интересах наших граждан. Адыги всего мира отметили День черкесского флага. В Карачево-Черкесии официальное чествование прошло в Хабесском и Адыгихабльском районах. А главное торжество состоялось в республиканской столице в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», куда были приглашены все желающие отметить этот знаменательный день. Среди них была и Фатима Даурова. Впервые День черкесского флага отметили 25 апреля 2010 года. В 14-ю годовщину праздника амфитеатр республиканской столицы призывал гостей звуками традиционных черкесских мелодий. Зрители потихоньку подтягивались к месту, и среди них сторожил аула Адыгихабль Умар Хамдохов, который гордо и чинно смотрится в национальной черкеске и с флагом в руке. Для него этот праздник сродни душе, и завет молодым у него такой. Уважаемые черкесцы, молодые люди черкесов, не забывайте свое происхождение, будьте всегда преданны своему народу и не забывайте, что вы выходцы черкесии. В праздничном концерте принимали участие солисты и творческие коллективы Хабесского и Адыгихабльского районов, артисты государственной филармонии и танцевальной ансамбли со всей республики. Подборка концертных номеров отображала музыкальную и хореографическую культуру адыгов. Погрузиться в богатую историю черкесских традиций, зрителям помогли театрализованные танцевальные представления, исполнение старинных песен и мелодий на национальных музыкальных инструментах. День черкесского флага День черкесского флага отмечается по инициативе организации Адыга Хаса и решению исполкома Международной черкесской ассоциации во всех странах, где проживают адыги. Как сказал Али Асланов, вице-президент МЧА, цель праздника заключается в развитии национальных традиций и обычаев, приобщении народа к истории адыгов и черкесских символов. С этим флагом у нас связано очень многое. Этот флаг у нас, как говорится, прошел и войны, и трагические события, и радостные события. И по сегодняшний день вот мы видим, как наш народ очень любит этот флаг. Его везде используют. У каждого, наверное, дома он есть. На свадьбах, в офисах, в машинах он везде присутствует. Этот флаг нас, всех черкесов мира, объединяет. Празднование потихоньку перешло в Адыгаджок. Это традиционное танцевальное игрище, в котором приняли участие все желающие. Основное действие развернулось в танцевальном кругу, где Хатьяко, главный распорядитель, следил за выполнением всех правил танцевального этикета адыгов. В этот день адыги всего мира поднимают высоко к небу родное знамя. Черкесский флаг, который олицетворяет единство народа, силу и красоту самобытности и культуры, и, конечно же, любовь к родине и к своей истории. Фатима Дурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Спортсмены Карачаева, Черкесии завоевали 8 медалей, 7 путевок на первенство мира по борьбе на поясах. В Томске завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юниоров 18-20 лет. Золотые медали завоевали. Шамиль Быдаев, Руслан Наурдинов, Назим Бастанов, Ахмат Калаханов, Мурат Байрамуков, Азамат Баташев, Ислам Казиев, серебро у Эльдара Апаева. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил сборную республики, поблагодарил ребят и их тренеров. И об открытии футбольного сезона. Завтра в 18 часов в Черкесске на стадионе «Нарт» состоится первая домашняя игра между командами Севастополя и «Нарта». Организаторы приглашают всех любителей футбола на матч. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова